Приветствую вас на моем канале. В группе канала ВКонтакте я выкладывал короткое видео о том, что снял с мотора ЧПУ станка штатный вентилятор. И это значительно уменьшило шумы и вибрации шпинделя. С вентилятором. Без вентилятора. То есть шум только раза в 4-5 уменьшился. И вибраций тоже практически никаких нет. И работаю сейчас на нем таким образом, без обдува. И в итоге после длительной работы мотор прилично нагревается. Ну где-то за полчаса работы, градусов до 50, наверное, нагревается его корпус. И также держатель альминиевый, который его удерживает. Ну и наконец-то, когда купил 3D принтер, появилась возможность сделать для него охлаждение. К сожалению, в сети я не нашел готовые 3D модели моего станка, поэтому все пришлось сделать самостоятельно. Ну вот в таком виде наклепал. Тут балки 40х20, здесь валы 12 мм несущие, здесь болт 8 мм, каретка и мотор оси Z. Мотор, его крепеж и движется он вверх-вниз по данной оси. Такая модель ЧПУ станка. Зачем это нужно было делать? Потому что я хотел сделать моделирование системы охлаждения, подбор оптимального варианта. И затем уже полученную модель распечатать на 3D принтере. Я хочу использовать вентилятор 80 мм, стандартный компьютерный, размещенный сверху. Далее здесь кожух, который будет направлять в нужном направлении потоки воздуха. Требование, чтобы все это было легким и чтобы воздух не попадал в рабочую область, где у нас там разная пыль, древесная, стеклотекстолит и тому подобное, чтобы это все не раздувалось. В итоге решил сделать что-то такое. Таким образом выглядит эта модель. Вверху у нас плоское основание под вентилятор 80 мм. Вентилятор сверху желательно закрыть металлической решеткой. Но она довольно тяжелая, не знаю как будет, есть у меня она или нет. Может быть также напечатаю на 3D принтере что-нибудь облегченный вариант. Но у нас лопасти вверху, их необходимо чем-нибудь закрыть. Четыре отверстия для крепления вентилятора. И воздух проходит сюда. То есть здесь видим вот такой вот скос, по которому объем воздуха направляется на мотор, который у нас расположен в центре. Остается расстояние между стенками и мотором и все по идее должно обдуваться нормально. Как это выглядит сейчас покажу. Таким образом здесь предусматриваем необходимое расстояние, чтобы вентилятор не касался шпинделя. И вот таким образом получается, что происходит обдув со всех сторон и мотора и его держателя. И воздух выходит сюда через боковые стенки. Снизу, условно говоря, воздух не проходит на это, надеюсь. То есть щели здесь минимальные. Поэтому надеюсь, что ничего забывать не будет. Никакую пыль с рабочего места. Именно это главная задача данного моделирования. Проверить, куда будет направлен поток воздуха. Для этого как раз было необходимо создать все вот эти вот механические предметы. Задние стенки, вот эти направляющие, валы и тому подобное. Чтобы видеть, как воздух будет от них отталкиваться, куда направляться. По поводу крепления данного обдува. Снизу он держится вот за счет этих дуг на моторе. То есть снять его просто так не получится. А сверху единственный вариант, куда его можно закрепить, это на вот этот держатель. И я это планирую делать следующим образом. Здесь у нас есть отверстия, которые было бы очень здорово не закрывать. Но боюсь, что через них воздух сверху с вентилятора будет попадать на рабочую область. Мы это проверим. Крепеж делается таким образом, что он встает сюда в эти отверстия, примерно на глубину 1 см. Фиксируется в них. И таким образом сюда мы можем с помощью или шурупа, или здесь пока смоделированы простые шпильки такие. Я думаю, будет достаточно зафиксировать в средней точке этот обдув. Ну посмотрим. Здесь два отверстия. Первый вариант, это когда у нас обдув размещен таким образом, почти вровень с низом мотора. И тогда здесь есть выход для воздуха, ставится в одно отверстие шпилька. И второе нижнее отверстие, это когда у нас обдув таким образом, почти вплотную подходит к держателю мотора. И снизу воздух у нас не выходит, а только по бокам. Вот эти два варианта нужно проверить, какой из них наиболее предпочтителен. И еще две опции, это форма вот этого держателя. Либо он будет такой, то есть полностью закрывать эти отверстия. Но это бы делать не хотелось, потому что в таком случае высота подъема шпиндии уменьшится на толщину вот этой детали. Потому что здесь она упрется в него. И если по результатам симуляции, ну и в железе потом еще проверю, будет видно, что воздух, проходя через эти отверстия, если они не закрыты, в большом количестве попадает в рабочее поле, то их придется закрывать либо такой заглушкой, либо просто скотчем. Если же идеальный вариант, поток воздуха через них не будет намешать, то эту заглушку можно сделать, обрежу таким образом. Останется только вот узкая часть вот эта. И получится, что большая часть отверстия будет открыта, а здесь будет вот такая узкая полоска данного крепежа. Ее будет достаточно для фиксации обдува. Ну, думаю, все основное объяснил. Можно переходить к моделированию воздушного потока, проходящего через данную систему охлаждения. Для этого ставим все предметы, которые будут у нас на пути потока, и добавляем еще печатную плату. Рабочую область, на которую воздух, если и будет попадать, то с минимальной возможной скоростью. Размещаем примерно по центру. Так, надеюсь, что вот такая вот система будет работать, когда обдув по низу двигателя. Тогда он будет более эффективный в плане охлаждения. Первый вариант это максимально низкое положение оси Z. Самый легкий вариант. Вентилятор вплотную прижимаем. Что-то такое. Теперь давайте сделаем симуляцию движения воздуха, который будет у нас здесь происходить. Покажу итоговый вариант, который я в результате собрал и буду использовать. Здесь заглушка, я видел такой вот детали. Таким образом, здесь отверстия под шпильки вставляются и крепят кожух. Здесь, таким образом, вот эти бабушки вставляются в отверстие держателя мотора и отлично фиксируют положение этой заглушки. Также они полностью перекрывают эти отверстия, чтобы воздух туда не проходил. Таким образом, сделан держатель для обдува. Вставляем его на место. Вместо шпильки в железе у меня используются винты М3, по-моему. Надевается снизу, через вал продевается вот этот обдув. Фиксируется здесь. Вот этими уголками своими. А сверху мы здесь вставляем либо шпильки, либо, в моем случае, винты М3. Здесь поставил упрощенную модель вентилятора. Корпус простой формы. И вентилятор как отдельная деталь. Кроме того, для анализа вращения необходимо создать некоторую область, которая у нас и будет вращаться. Это у нас вот такая вот простая бабушка, которая полностью перекрывает вентилятор. Вентилятор полностью скрыт этой бабушкой. Если мы его изменим прозрачность, то увидим здесь вот внутри вентилятор. В самом анализе она участвовать не будет. То есть сюда воздух будет свободно проходить. Она именно указывает область в пространстве, которая у нас вращается. Поднимаем чуть-чуть. Где-то вот так вот будет. Обычно находиться у меня ось Z при работе. И совмещаем отверстие здесь со шпилькой. Таким образом получается примерно такая конструкция. Для анализа, чтобы примерно посмотреть, как будут двигаться воздушные потоки, используем Flow Simulation. Заходим в добавление. Выбираем включить Solidworks Flow Simulation. Появляется новая вкладка. Переходим на нее. Нажимаем мастер проекта. Указываем имя при необходимости. Далее. Указываем единицы измерения. Выбираем C. И находим здесь, что у нас. Можно температуру перевести в градусы Цельсия, если необходимо. И что более интересно, что необходимо здесь, это силы, моменты, угловая скорость. И завдяем секунду, переводим в обороты в минуту. Обычно именно в этой величине указывается скорость вращения вентиляторов. Далее. Тип задачи внешняя. Потому что мы не внутри какой-то полости, какой-то области, а вот обычный предмет в пространстве. Исключить полости, пусть останется. Здесь мы выбираем. Не надо, не надо, не надо. Гравитация. Можно, но особой роли, я думаю, играть не будет. Вращение. Выбираем. И здесь, насколько я понял, в данном случае рекомендуется выбирать локальную область слайдинг. Сразу оговорюсь, чтобы правильно, максимально близко к реальности происходила симуляция, это надо очень грамотно настроить анализ. Ну, это и логично, что компьютер сам не знает, что у вас происходит. Вам нужно все вот эти вводные, там, не знаю, гравитация, ветер боковой, температура кружащей среды и прочее, прочее. Все это нужно указать грамотно. Указать, в каком направлении, какой величины и так далее. Ну, здесь посмотрим просто общую картинку. Так, нестационарность. Что он добавил здесь? Одна секунда. Ну, давайте, одна секунда, давайте две поставим секунды. Готово. Указали в область вращения, что есть у нас такая в расчете. Далее, указываем, с чем мы работаем. Газы, air, воздух, добавили. Далее, стенка по умолчанию, здесь параметры. Давление окружающее. Стандартная температура, пусть будет 20 градусов. Скорость, то есть движется ли у нас предмет в пространстве. Нет, он стоит на месте, поэтому здесь скорости не указываем. Завершить. Готово. Переходим здесь во вкладку Flow Simulation. И поехали. Расчетную область. Изменить. Видим расчетную область, с которой будет работать SolidWorks. У нас нет необходимости в таком большом объеме, поэтому берем застрелочки и сдвигаем ближе к нашему объекту. То есть, наша задача сделать область, насколько это возможно, маленькой для увеличения быстродействия расчета. Чтобы расчет производился как можно быстрее. Но при этом не нужно, допустим, вот оставлять один мотор, только вентилятор, чтобы не потерять часть важных данных. Поэтому я указываю вот чуть больше области объекта. Указали. Готово. Под области течения не надо. Области вращения указываем. Выбор. И здесь мы выбираем нашу вот эту вот заглушку. Где она? Вот она. Ее можно высветить. Вот мы ее выбрали. И здесь смотрим на зеленую стрелочку, куда направлено вращение нашей области. Если мы посмотрим на вентилятор, он стоит вот таким образом в реальности. То есть, чтобы засасывать воздух вниз, он должен вращаться вот в эту сторону. То есть, против часовой стрелки. Именно это нам и надо указать. Область вращения указали. Объект. И против часовой. То есть, видим, стрелочка вот эта направлена не туда. Поэтому мы указываем здесь минус и количество оборотов. Ну, допустим, 2000. Этот параметр указывается в свойствах вентилятора, который вы покупаете там или находите. Или примерно указать вот 2-3 тысячи оборотов. Средняя такая скорость для 80-ти миллиметровых вентиляторов. Слишком высокую скорость тоже не надо. Чтобы поток воздуха был не очень сильным и не возвращался к нам на плату. Не сдувал мелкую пыль. Готово. Указали область вращения. Граничные условия. Здесь нужно нам добавить. Не знаю, насколько это важно. Переходим сюда. Выбираем реальная стенка. И указываем пару элементов, которые у нас контактируют с вентилятором. Это внутренняя поверхность. Вот эта поверхность. Ну, наверное, их хватит. Не знаю, насколько это сильно повлияет на правильность расчета. И здесь ставим галочку статор. То есть, эти предметы у нас не вращаются. Опять же, неизвестно, насколько это необходимо. Учитывая, что область вращения мы указали внутри. Она у нас не касается этих стенок. Ну, ладно. Примеры, которые я нашел на ютубе. Где-то указывается это, где-то не указывается. Готово. Далее, цели. Тоже неизвестно, насколько необходимо их задавать. Ну, давайте зададим. Меня интересует скорость. Пусть это будет максимальная скорость. Ну, давайте, наверное, температура попробуем. Температура какая? Полная. Давайте еще текущая среда. И, пожалуй, все. Готово. Готово. И следующее. Переходим в глобальная сетка. Изменить. И здесь, в зависимости от того, насколько точно вам нужен результат, насколько мощный у вас компьютер, насколько быстро вы хотите получить результаты, сколько вы готовы ждать, выбираете разрешение сетки. Если у вас область расчета большая, то здесь у меня сколько там, 30 на 30 сантиметров, что-то такое, и много мелких деталей, то лучше выбрать разрешение поменьше, вот три оптимальные значения. Если у вас мощный компьютер, там маленькая область расчета, или вы готовы ждать долгое время, пока произойдет расчет, то ставим сетку побольше. Ну, я поставлю, наверное, где-то 5 пусть будет. То есть, можем посмотреть, что вот у нас сетка, по которой будет производиться расчет. То есть, чем она крупнее, тем усредненнее будут данные, которые мы здесь получаем. Ну, то есть, тем хуже результат, тем менее он детальный. Поэтому давайте 6, ну, 7, блин. У меня большого размера деталь, поэтому расчет будет довольно долгий. Поставлю 6. Готово. И давайте еще добавим условия объемно-тепловой источник. Выбираем. Указываем. ЧПУ мотор, вот он. И гореться у нас будет, допустим, ну, ватт 40, наверное. Готово. А, я выключу теплопроводность в самом начале. Ну, ладно, без него сейчас обойдемся. То есть, мы можем рассчитать, какие области мотора до какой температуры у нас будут охлаждаться. Вентилятором этим воздухом. Удаляю. Также здесь входные данные правой кнопкой, и можно посмотреть управление компонентами. И здесь, при необходимости, исключить из расчета те компоненты, которые вам не нужны. В данном случае, автоматически, вот эта область вращения, которую я задавал, она исключена, галочка не стоит. Эта бабышка, чтобы она воздух не перекрывала, мы ее не берем в расчет. Все остальное необходимо учитывать, потому что оно влияет у нас на движение воздуха. Допустим, отсюда он проходит, ударяется об направляющей, уходит обратно, куда-то может прийти и так далее. Готово. Так, ну, вроде бы все основные настройки сделали. Нажимаем кнопку запустить. Новый расчет, выбираем, сколько ядер компьютера вы будете использовать. Чем больше, тем быстрее будет происходить расчет. И нажимаем запустить. Открывается новое окошко, в котором при необходимости можно где-то тут... Сейчас закончится подготовка модели, и можно будет добавить. Закончилась подготовка, видим 60 тысяч ячеек у нас. Это, ну, такое среднее значение, можно подождать. Сейчас видим, пока 2 часа показывают на расчет. Сейчас, пожалуй, должно уменьшиться где-то минут до 15, я надеюсь. Ну, да, нормально, можно подождать. То есть, чем больше у вас ячеек, тем дольше у вас будет происходить их расчет. Зависит он от выбранной сетки, которую вы указали. Здесь мы можем посмотреть таблицу целей. То есть, вот, в процессе расчета он показывает назначение. Видим текущее 7,9 он нашел максимальное, что это скорость температуры. Кстати, температуры надо удалить. Текущая среда. Я тепловой источник убрал, поэтому смысла в них нет. Ну, да ладно. Вот он показывает в процессе расчета, что на данный момент он обнаружил вот такое вот назначение средней температуры. Также можем посмотреть график целей. Скорость. Что он тут показывает? А, вот такое тоже показывает что-то. Не знаю, этими не пользуюсь. Я дожидаюсь окончания расчета и смотрю все в симуляции. Тоже закроем. И предварительный просмотр. Плоскость. Откуда она была там? Ну, пусть будет спереди. Заливка. Параметр скорость. Разрешение картинки. Нажимаем ОК. И получаем вот такую вот картинку. То есть, это у нас сечение. Видимо, справа откуда-то. И происходит расчет для вот этого сечения. Потом он сдвинулся. Показал следующее сечение. И так далее. Ну, то есть, можно здесь видеть, что у нас происходит. Все. Ждем завершения. Расчет завершен. Закрываем. Это окошко. И теперь мы можем посмотреть результаты нашего исследования. Открываем вкладку результаты. И по целям можем открыть вот цели. Добавить. Температура не нужна. Скорость. И нажимаем Показать. Внизу видим табличку. Среднее значение. Максимальное 7,8. И я сдавал поиск именно максимальной скорости. Поэтому здесь я видим, что все значения одинаковые. 7,8 метров в секунду. Максимальная скорость, которая есть у нас в какой-то точке данного пространства. Закрываем. И более наглядные образы. Это у нас что? Это картинка в сечении. Из-за поверхности и траектории потока. Ну, на мой взгляд. Давайте начнем с траектории потока. Правой кнопкой мышки. Добавить. Выбираем поверхность, которая нас интересует. То есть, на которой будет сделан акцент. Давайте я возьму сейчас эту плоскость справа. Беру здесь вот ее ползунок. И двигаю вверх над вентилятором. Таким образом. Вот меня интересует движение воздуха относительно нее. Выбираем точек. Пусть будет 200. Сферы или стрелки. На мой взгляд. Вот эти две наиболее информативные виды отображения. Пусть будут пока стрелки. И выбираем параметр скорость. Нажимаем ОК. Идет расчет. И показывает движение воздуха. Вот таким образом. То есть, мы видим сверху воздух начинает засасываться вентилятором. Проходит сюда и выходит из обдува. Здесь также видим небольшой такой дефект. Типа здесь в детали есть небольшой зазор между мотором и обдувом. И через него выходит воздух. Который может там несколько исказить картинку. Показывать, что сюда проходит поток воздуха. Но это не критично. Можем нажать на кожух. Пока изменить прозрачность. И увидеть, как там движется воздух. Он закручивается. Большая часть выходит в верхней части. Сверху над держателем. Потому что тут у нас довольно узкое пространство. Проходит сюда и уходит либо под направляющими. Ой, под профилями. Либо об них отталкивается и уходит вбок. Ну, далее это будет видно. Здесь, к примеру. Синие стрелочки уходят отсюда. И по профилю уходит влево. Ну, некоторая часть воздуха также у нас обдувает мотор по нижней части. И выходит здесь. То есть, здесь наглядно можем видеть, что конструкция обдува не оптимальна. Потому что небольшой объем воздуха у нас проходит в нижнюю часть. Но все равно верхняя часть мотора обдувается довольно сильно. Также обдувается держатель. Вот этот алюминиевый. Который является теплоотводом для мотора. И практика использования показала, что сейчас проблем с перегревом я не наблюдаю. Можем выбрать правой кнопкой мышки и нажать проигрывать. И будем видеть вот такую вот анимацию, как у нас движется воздух. Здесь, видимо, уходит либо под профиль, либо по нему уходит в сторону от рабочей области. Вниз, видимо, у нас здесь никакого потока нет. Здесь не считается, там небольшой зазор. А здесь, в нижней части обдува, он выходит за пределы печатной платы. Ну, сделаем еще один. Скрыть траекторию потока. Добавить еще один анализ. Пусть будет также справа. Ну, теперь мы его размещаем возле печатной платы. Таким образом, чуть поменьше точек поставлю, пусть будет 100 стрелки, скорость. Давайте поставим сейчас сферы. И видим вот такой результат. Здесь у нас скорости намного меньше, поэтому переходим отсюда влево, где у нас шкала. И двигаем ее поменьше, допустим, до 2 метров в секунду. Нажимаем ОК. И видим, что есть здесь небольшой обдув, но это, опять же, из-под щели дует. А в основном, по всей поверхности платы, у нас скорость менее 1 метра в секунду. Ну, там еще меньше. Сейчас мы это посмотрим. Нажимаем Анимация. Здесь что? Давайте еще изменим шкалу до 0,5 метров в секунду. И смотрим. Красный не берем в расчет. Здесь у нас синий, понятно. Можно считать, что нет движения воздуха. И здесь за обдувом есть небольшой поток, где-то 0,2-0,3 метра в секунду. То есть, в теории, мелкую пыль из-за рабочей области может там сдувать. Скрыть. Далее. Из-за поверхности. Довольно информативный анализ. Параметры выбираем. Скорость интересует. Количество уровней укажем. Ну, пусть будет 10. Скорость от... Ну, также весь диапазон. Только здесь я не понимаю, почему указывается два раза. Вот тут параметр. И здесь еще одно представление. Ну, то, что нам здесь нужно, это указать прозрачность повыше, чтобы было нагляднее. То есть, если я прозрачность не поставлю, то картинка будет вот такая. Здесь надо сбросить шкалу на максимально. Выбираем здесь значок. Он ставит на максимум. И окей. Мы видим вот такую вот картинку. Непонятно. Ну, если мы здесь ставим прозрачность. Где-то вот 0,6-0,7. То это будет более наглядно. То есть, видно конкретные области и объемы, где у нас воздух движется заданной скоростью. Шкалу немного уменьшим. Видим, что все равно на плату не затрагивает до 3 метров в секунду. И вот такое вот распределение у нас скоростей. Возле вентилятора максимальная скорость. Здесь вот есть поток. Здесь довольно приличная скорость обдувает. И на выходе видим, что поток у нас идет в сторону от рабочей области. Вправо, влево. Проходит через профили. Ну, как будто бы на плату поток воздуха не попадает. Давайте попробуем изменить. Поставить 30 уровней. И скорость до 3. Вот. Теперь видим, что захватывает немного печатную плату. И по цвету можем определить, что где-то до 0,3 метров в секунду там у нас появляется поток. Поток. Попробуем еще увеличить. Поставим 60. Ну, такая вот картинка. Вот эти два анализа, на мой взгляд, наиболее информативные для понимания именно движения потока воздуха. Но я могу ошибаться, это мое неопытное мнение. Вскрываем из-за поверхности. И еще один вариант, это картинка в сечении. Добавить. Указываем плоскость. Пусть это будет справа, в данном случае она вот вертикальная. Выбираем тип заливка. Можем посмотреть вектора, то есть направление, скорости там. Ну, давайте отмечу. Линии и так далее. Интересует меня скорость. То есть количество пусть будет 20. И для линий, для векторов, также указываем их размер. Готово. Нажимаем ОК. И видим сечение в данной плоскости. Какие у нас здесь наблюдаются скорости и в каком направлении движется поток воздуха. Вот эти стрелочки его показывают. Можем выбрать, щелкнуть на картинке и сдвигать теперь в реальном времени вот эту плоскость. То есть поток воздуха над вентилятором начинает захватываться. Здесь скорость увеличивается. Поступает в вентилятор максимальная скорость. Видим красный цвет. Распределение потоков. Куда движутся. И у поверхности платы видим вот такое вот распределение. Вот таким образом средствами Flow Simulation можно проанализировать. Попытаться оценить, как в реальной жизни будет вести себя ваша разработка. Например, при воздействии на нее ветра. Насколько эффективный будет вентилятор. Какие нужно сделать ему лопасти. Какой выбрать его размер. Как поток воздуха будет двигаться в закрытом корпусе электроники. Где у вас там радиаторы и тому подобное. И прочее. Но повторюсь, для того, чтобы результат симуляции был максимально близкий к тому, что вы получите в железе с готовым устройством, нужно очень грамотно настроить параметры этого анализа. Продолжение следует... Продолжение следует...